вот такая посудомощная машина фирмы bosch в принципе состояние неплохое включается начинает выбирать воду насос откачивающий помпа включается откачивает и потом останавливается дальше ничего не происходит в чем проблема сейчас будем разбираться начинаем разборку с того что вот здесь вот сзади есть такие фиксаторы нажимаем и вытаскиваем вот здесь фиксатор нажимаем вытаскиваем на себя и тогда крышка снимается снимаем крышку верхнюю дальше если если смотреть с переду открываем левую стенку дверка открывается здесь выкручиваем два винта по сути его после этого просто снимаем здесь с этой стороны небольшой фиксатор снял есть тут такой блок регулировки подачи воды по сути дела в нем оказалась проблема значит при включении видно что вода сначала думал что что-то с клапаном холодной воды посмотрел сетку сетка была забита но полностью вычистил ничего не поменялось здесь есть такая система ограничения подачи воды рычага 1 рычаг 2 которую нажимают на микропереключатели при контроле если прозвонить микропереключатели здесь и нажимать контакт постоянно не не полностью замкнутый или есть сопротивление или через раз срабатывает и поэтому оказалось что необходимо и этот этот переключатель поменять но есть проблема если вот так вот я думаю что вам видно есть старого образца три контакта все длинные чаще всего сейчас продаются эти два длинных а где-то здесь здесь заканчивается коротковат очень здесь тройной разъем сразу одновременно но и плюс когда разобрал микропереключатель увидел что у него порог срабатывания очень маленький буквально здесь вот под своим весом поплавок поднимается и уже может нажать обычно на переключателях такая нужно нажать на пружинку с достаточно сильным усилием подобрать микропереключатель с таким малым усилием сложно тем более что при разборке оказалось что у него и этого и этого каран контакты конкретно серебряные не латунные медные конкретно серебряные было принято решение восстановить именно эти контакты по несложная задача кроме того что здесь были все таки здесь можно снимать в принципе отогнув контакт снять переключатель а здесь на запаянные были крепежи пришлось их отковырять и вытащить а здесь запаянный здесь снимается но проблема в разборке тоже да тоже переключатель старого образца он запаян и просто так не разбирается современные китайские запросто открывается и все но я покажу как разбирается покажу как его почистить тем более что я же говорю фирменные фирменные микропереключатели серебряными контактами выдержат намного дольше чищенные чем новые китайские значит что нужно для того чтобы снять здесь можно понять аккуратно два фиксатора вот здесь вот внизу в разъеме и потом он просто вынимается ну а как почистить контакт я тоже покажу мне нужно показать как во первых я хотел показать особенность очень легкий нажим потому что в механизме там очень легкий подъем и использование обыкновенного обыкновенного микропереключателя там на 10 ампер у него сложный нажим для жесткого прижима контакта здесь очень легкий но каким образом разобрать необходимо просто поддевать здесь используются заклепочки запаянные заклепочки просто грибочек нужно отковырять и грибочек такой наплавленный ну и тогда с помощью тоненькой отвертки без ли можно потихонечку приподнять эту крышку сейчас мне уже немножко сложно это сделать это возможно возьмем инструмент помощнее лезвие может кусочек отломался отломаться первую часть поднял теперь вторая часть с этой стороны немножко обломалась это не беда в принципе нас это устроит главное чтобы все поднялось без каких-либо проблем значит поднимается крышка в чем смысл переключателя есть контакты которые отдельно снимаются один контакт обратите внимание что разобрав я могу вытащить один контакт допустим тот который не прижат я могу вытащить зачистить здесь такое специальное даже наверное будет не видно но посредине маленький выступающий пупырышек который уменьшает площадь контакта за счет этого хотя и прижим не сильный но контакт все равно стойкой но он так срабатывает можно поднять вытащить один почистить чищу я обычно пилочкой для ногтей то есть когда речь идет о такой причем пилочкой для ногтей именно алмазной или например вот такой очень старый старая древняя пилочка для ногтей алмазная или надфиль ком что у вас есть можно взять надфиль обыкновенный можно взять алмазный надфиль но просто главное чтобы зерно которое здесь было все-таки более-менее маленькая потому что есть алмазные надфиль достаточно жесткие с большими зернами тогда она сильно царапает снимает много серебра как я уже говорил контакты серебряные все таким образом вставляем назад проверяем все ли работает попали ли мы в паз там видно что нужно попасть в паз ну и вставляем назад крышечку хотя она немножко сломалась причина какая я ее уже почистил и когда ставил назад поставил на клей а теперь для вас для того чтобы показать как это делать скрыл еще раз и уже получается не очень потому что клей прихватил так сильно что уже даже сложно ее разобрать то есть сейчас я еще раз посажу на клей и использую обыкновенный цианокрилатный клей гель не использую в данной ситуации не буду использовать жидкий клей это гель он такой густой жидкий если я капаю он может прочесть внутрь и что-то зафиксировать внутри поэтому лучше не рисковать я если использую допустим гель откручиваю набираю густой и прицельно могу зафиксировать в каком-то конкретном месте он немножко застывает дольше чем жидкий поэтому необходимо приклеить и зафиксировать зафиксировать можно чем угодно в том числе можно поставить под струбцину или прижать плоскогубцами подержать в руках таким образом можно отремонтировать один как проверить можно себе работает и затем ставим назад в посудомоечную машинку уже проверил восстановив таким образом два микро переключателя я уже проверял все работает нагревает крутит моет посудомоечная машина исправлена а